И Святаго Духа, сегодня мы вспоминаем явление иконы Божьей Матери-Избавительницы, храм, в честь которой наш носит имя. Икону Божьей Матери-Избавительницы тесно связано с именем монаха Макария. Великое с имя Мартина. Этот святой человек получил от своего духовника иеромонаха Феодулла икону, и всегда пребывала она с ним. Даже когда ему нужно было отлучиться на большое расстояние в епархию города Спарты, это все события происходили в Греции, он ее все равно брал с собой. Икону была небольшая, он ее на шее в железном окладе, в ковчерстве носил. Придя в город, он увидел, что там начинается голод из-за большого нашествия саранчи. Полиция мерами жестокими, народ вынуждалась, чтобы он помогал справляться с этим нашествием. Физически собирали просто саранчу, сжигали или закапывали. Но саранчи становилось больше и больше. Народ обратился к священникам, чтобы те собрались и помолились в губе с народом. Но столько налетело саранчи, что невозможно было молиться, и народ, собравшись, даже не начал молитву, все разошлись. Тогда этот монах именем Макарий приходит в храм со своей иконой, и его начинают просить люди. А до этого икона уже прославилась некоторыми чудесами. Давайте помолимся заступницей рода христианского, Благородицы, чтобы она спасла нас от этого гнета. Совершают всеночное бедение, которое переходит в литургию. И после этого на раннее утро вносят крестным ходом икону в поле. Там совершают дворосвятный молебен. И на рассвете подымается вся саранча, так что затмевает собой яркое восходящее солнце. Такая куча огромнейшая. И уносится прочь с того места. Если в интернете поискать, то можно посмотреть. Последние 250 лет ведутся точные подсчеты мест, регионов и месяцев, на протяжении которых приходила саранча по всему земному шару. И вот в тот год в Греции не менее 140 миллиардов особей туча саранчи была. После этого иконе начали стекаться люди больше и больше. Произошло чудесное воскресение юноши благочестивого. В конце своей жизни старец Мартиниан завещал, чтобы эту икону передали его духовному чаду в обитель Новой Афон. Эту икону туда и передали, где она и возлежит ныне. Это событие подтверждает и подталкивает всех нас задуматься, что такое промысел Божий. Промысел Божий, по словам святителя Филарета, это непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божьей, которыми Бог сохраняет бытие и силы твари. Он направляет их к благим целям, всяком добру воспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает и направляет к добрым последствиям. Именно вот это вот событие показывает нам, что с одной стороны саранча это вред, это голод, но с другой стороны это самое, что не есть, звонок от Бога, чтобы мы воспрянули от своих греховных, ежедневных дел, помыслов и обратились к Нему, возлюбив прежде своего ближнего. Обратимся к Священному Писанию, которое есть ориентир и главная путеводная звезда для всех христиан. Первое упоминание о саранче связано с наказанием египетского народа. И что интересно, следующее упоминание о саранче в книге «Левит» Господь говорит, «Перечисляя это животное, это насекомое, среди тех, которые можно кушать, перечисляет несколько видов саранчи. Но, с одной стороны, можно сказать, вот сколько саранчи прилетело, сколько еды будет для народа. Но что интересно, саранча, которая делает налеты, это саранча несоведобная, она абсолютно сухая. Пророки сравниваются с захватчиком, с саранчой. Бог в нашествии саранчи проявляет всегда свою милость, прежде всего, как бы это ни парадоксально звучало. Потому что можно сделать для отрезвения народа различные нашествия иноплеменных народов, а можно народу призвать, заставив вспомнить о себе через это животное. Почему происходит? Господу нужны наши молитвы? Господу нужны наши хвалы непрестанные? Нет, Бог самодостаточный. Но Богу наше нужно отношение любящее к своему ближнему. Как Господь говорит, самая большая заповедь, возлюбите Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Ближний есть наш непрестанный, близкий, постоянно находящийся возле нас тренажер. Тренажер нашего спасения. Если мы на нем не сможем, не научимся работать, то как мы преодолеем всю спартанскую дистанцию нашего спасения, если прежде мы не возлюбили своего ближнего? И Господь показывает этим еще что? Что если вы для услада своей сеете, жмете, и только об усладе своей думаете, то я из мух, из ваших рук, вашу усладу оставлю вам только те крохи, которые вы будете собирать после саранчи, если и они останутся. Это еще рисуется образ молитвы в греховное время. Сколько мы молимся Богу? Немножечко. Вот и немножечко нам Господь оставляет от наших земных трудов. И когда мы прибегаем к Богу через свое ближнее добродетелье, тогда и Господь нам воздает сверх наших мер добродетельных. Пророк Исаия сравнивает всех живущих на земле как саранчу перед лицом Божьим. То есть мы все постоянно что-то просим, клянчиво у Бога, но никогда не благодарим. Саранча скушает и не скажет спасибо тому, кто это посеял. Поэтому и мы должны ежедневно воздавать благодарность Богу. И утром и вечером. Утром за то, что проснулись, за то, что Господь дал нам новый день на совершение добрых дел и подвигов. Вечером за то, что этот день пришел. И мы можем вознести молитвы за то, что сподобились жить в Его милости. Когда эту икону перенесли в Новоафонский монастырь, что интересно, море выбросило множество рыб. Тут саранча, голота и бездорья, а тут множество рыбы, которая есть изобилие. И каждый раз, когда монахи нуждались, чтобы паломников накормить, Господь вот так вот делал. Живая, хорошая, свежая рыба приклывала к берегу и ложилась на берег, пилась, было живое, пригодное для еды. Господь показывает, что будь ты с Ним всегда, всегда тебе будет, что хлеб наш насущный. Дождем вниз, мы молимся каждый раз в начале молитвы и перед едой. Нам не надо много, потому что если будет много хлеба, он станет непригодным к еде. Если хлеб будет только на этот день, он всегда будет свежий, и мы будем в силах совершать наше житие. Будем всегда прибегать к Матери Божией. Нашей непрестанной заступнице и избавить единицы от горя, бед и гибели, спасающей нас, бед священ. Аминь. С праздником вас! Спасибо, Господи!